В 1965 году рабочий поселок Видное получил статус города. Первые жилые дома комфортные, удобные, с отоплением и газом в квартирах начали строиться на улицах Заводская и Школьная почти сразу после войны. Благодаря людям, которые внесли свою лепту в становление и развитие Видного, сейчас мы живем в одном из самых красивых уголков Ближнего Подмосковья. Первостроители нашего родного города и честовали в историко-культурном центре в преддверии праздничного дня. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Собравшимся в историко-культурном центре первостроителям был продемонстрирован фильм 1957 года, рассказывающий о рабочем поселке при Московском коксгазовом заводе, который они и возводили. Всматриваясь в кадры старой кинохроники, наши герои вспоминали свои молодые годы. Приехавшим на стройку Марием Маргачи Шемет было в ту пору чуть больше 20 лет. В траншеи же копали, кирпичи возили, ездили в белые столбы, там был кирпичный завод. Вот мы грузили и привозили на строительство сюда. Мне пришлось работать сперва разнорабочей, потом подсобницей. И до конца пенсии работала каменщиком пятого разряда. После службы в армии в 1952 году приехал на стройку Века и Геннадий Шумихин. Я строил в основном жилые дома для коксгазового завода. Это улица Советская. Там построил 7 домов. Марина Комардина, заместитель главы администрации городского поселения Видное, поздравила присутствующих ветеранов-строителей с праздником. Поблагодарил за труд, за возведение такого красивого города, как Видное. Мы очень рады, что вы сегодня здесь, что вы с нами, те люди, которые положили душу в наш любимый город. Я родилась в этом городе. Он для меня дорог, как всем видновчанам, которые его строили, которые в нем родились, которые в нем живут. Наш город нельзя не любить. Видновчане гордятся своим городом, его благоустройством, значимыми объектами. Он меняется, прирастает новостройками. Но старая часть Видного – это его душа, которую вложили в город первые строители. Они оставляют по себе здесь память. Так или иначе, я вот не зря сказал, что уже появились по городу мемориальные доски. Это память уже о тех строителях, которые здесь жили, которые делали свое дело и строили город. Администрация городского поселения Видное приготовила для первостроителей подарки. И в том числе концерт театра Ирины Хохловой. Артисты которого своими песнями и танцами напомнили ветеранам их молодость, когда они такими же молодыми приехали на стройку.